В нынешнем выпуске. Два месяца остается до масштабных соревнований «Дети Приморья». А старт чемпионата России по спидвею уже в конце мая. Все в ожидании возвращения Востока. Всероссийский статус соревнований привлек во Владивосток сотни молодых легкоатлетов. Два месяца остается до масштабного спортивного события. В начале июля в крае пройдут первые международные спортивные игры «Дети Приморья». Они состоятся во Владивостоке и соберут в дальневосточной столице более полутора тысяч юных спортсменов из пяти регионов России, Республики Беларусь и Китая. Игры должны стать символом дружбы и единства между детьми Приморского края, России и мира. Укрепление спортивных и культурных связей, развитие плодотворного сотрудничества. И девиз «Событию придумали соответствующий. Время первых. Время молодежи проявить себя и время новых возможностей для нее». Идея организовать подобные старты в крае принадлежит приморскому губернатору Олегу Кожемяка. Он высказал ее сразу после проведения седьмых летних международных игр «Дети Азии». Они прошли на юге Приморья в июле-августе прошлого года. Юные атлеты, тоже почти полторы тысячи человек из 13 стран, состязались на спортивных аренах Владивостока и Артема. Разыграли 273 комплекта наград в 19 видах спорта. На счету приморцев 66 медалей различного достоинства. Игры стали одним из самых ярких событий в спортивной истории края и дали мощный импульс развитию детско-юношеского спорта. Именно поэтому Олег Кожемяка предложил сохранить традицию, чтобы привлечь подрастающее поколение к постоянным занятиям спорта. Губернатор призвал участвовать в играх каждый приморский муниципалитет, независимо от уровня подготовки юных спортсменов. Детям нужно попробовать свои силы на подобных соревнованиях и прочувствовать, что значит быть частью такого масштабного события. Оно поможет повысить уровень мастерства как приморских спортсменов, так и их наставников, уверен глава региона. Сейчас к играм активно готовятся. Сборные всех 34 муниципалитетов края уже сформировали. Команда каждого муниципального образования будет экипирована в уникальную спортивную форму с гербом своего города или района. В Приморье готовятся к приему белорусской сборной и четырех команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Приглашение губернатора приняли команды китайских провинций Хайлунзян и Дзилинь. Юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет будут выступать в 11 дисциплинах. Будут бороться за 500 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Во Владивостоке задействуют все основные спортивные арены и центры. В краевой столице есть вся необходимая инфраструктура для проведения подобных состязаний, сообщили в Приморском Минспорта. Почти все площадки приведены в порядок, сейчас их оснащают необходимым инвентарем. А спортсмены ведут тренировки, чтобы достойно выступить на первых играх «Дети Приморья». А некоторые участники и даже призеры седьмых международных игр «Дети Азии» вернулись во Владивосток, чтобы показать свое мастерство на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Приморская весна». Старты состоялись на берегу моря. На стадионе «Динамо» в центре Владивостока здесь собрались молодые легкоатлеты Сахалина, Камчатки, Хабаровского края, Амурской области и Приморья. Всего почти три сотни участников. Очень такие традиционные соревнования, они уже больше 30 лет проводятся в это время именно. Раньше было это как бы матчево-встреча динамовских команд, а потом переросло Приморскую весну. И вот каждый апрель месяц собирается весь Дальний Восток на эти соревнования. Соревнования интересные, они первые на дорожке, то есть выходят из манежа и бегут здесь. Поэтому приезжает очень много народу, сейчас порядка 350 человек приехало. В принципе, Дальний Восток здесь все. Организовали статусный турнир Приморская Федерация Легкой Атлетики и Краевой Минспорта. Спортсмены соревновались сразу в нескольких дисциплинах. В беге на дистанциях от 100 до 3000 метров, беге с барьерами на 100-110-400 метров, беге с препятствиями на 2000, прыжках в высоту и длину, эстафетах и толкании ядра. Погода особых сюрпризов не преподнесла, кроме крепкого ветра, который не всегда был за атлетов. Порой спортсменам приходилось бороться и с ним, не только с соперниками. Трудно очень. После первого раза надо было отдохнуть, собраться силами и уже в финале на полную мощность, так сказать, бежать. Михаил показал уровень на этих дорожках прошлым летом, стал призером международных спортивных игр Дети Азии, сейчас подтвердил свой класс, хоть и отнесся к успеху критически, как и другие отличившиеся на приморской весне атлеты. Ну, могла лучше, намного сильнее постараться, вот. Ну, конечно, тяжело, надо больше учиться, наверное. Ну, в чем у тебя сложность сама была? Где точка, которая... Выносливости не хватает, наверное, и упертости, наверное. Думаю, личник сделала, личный рекорд сделала. Не знаю, время не знаю. Ну, в принципе, да, но можно было получше. Холодный ветер не остудил пыл молодых атлетов. Приморцы принесли к краю сразу несколько золотых медалей в разных дисциплинах. Старты продолжаются, и многие участники приморской весны встретятся здесь же летом. На играх Дети Приморья. Тем временем мастер спорта международного класса, бегунья из находки Наталья Колоскова стала вице-чемпионкой России по кроссу. Соревнования состоялись в Суздале. Наша землячка, многократная победительница всероссийских и международных соревнований по кроссовым дисциплинам, в очередной раз подтвердила высокий уровень подготовки. Легкоатлетка Краевой спортивной школы Олимпийского резерва завоевала серебряную медаль в беге на 5 километров. С результатом 16 минут 26 секунд опытная приморская спортсменка уступила лишь мастеру спорта международного класса из Красноярского края Наталье Аристарховой. На третьем месте Анна Петрова из Санкт-Петербурга. Кроме того, в десятку сильнейших среди мужчин на дистанции 8 километров сумел пробиться 36-летний приморский легкоатлет, мастер спорта Евгений Бушков. Спидвей. Дословный перевод названия этой дисциплины – скоростной путь или скоростной трек, если по-спортивному. Любимый в Приморье вид мотогонок. Один из главных клубов края «Спидвейный Восток» – многократный чемпион России и кузница победителей национальных турниров. В последнее время положение клуба усложнилось. Три с лишним года назад начался ремонт одной из главных арен – стадиона «Авангард» в краевой столице. «Восток» переехал в Уссурийск и несколько сезонов радовал гонками местную публику. Но и уссурийский стадион стал нуждаться в обновлении. Ситуация для «Востока» могла стать критической, но реконструкция «Авангарда» наконец-то близится к завершению. Скоро перестроенная арена сможет принимать любителей «Спидвея» со всей страны, ведь чемпионат России стартует уже в мае. Одна из исторических арен Владивостока давно нуждалась в обновлении. Строителям удалось изменить облик «Авангарда», сохранив его наследие, входную группу и ограждение по периметру. Процесс был сложным. Пришлось губернатору вмешаться. После того, как Олег Кожемяко лично проконтролировал ход работ, процесс пошел быстрее. Трек был готов в начале года. Клуб занялся формированием состава, сделали ставку на доморощенную молодежь, а затем и подготовкой гонщиков к предстоящему сезону. У них сейчас будет вот этот тренировочный процесс и одновременно отбор, кто поедет с командой на личные чемпионаты России, парные чемпионаты, командные чемпионаты. Поэтому работы очень много, особенно с молодежью. Ну, я так думаю, что годик-два дадим карт-бланш другим командам. Я имею в виду юниорский состав. Ну и то, если у них получится это. Работы много, но нужно успеть к началу июля. Через два месяца «Восток» полноценно вернется в Приморье. И на обновленном «Авангарде» состоятся первые домашние гонки клуба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова